всех приветствую продолжаем знакомиться с мифами миф об адонисе миф об адонисе афродите заимствован греками у финикян имя адонис не греческое а финикийское и значит господин финикяне же заимствовали этот миф у вавилонян но богиня любви так покаравшая нарцисса знала и сама муки любви и пришлось оплакивать любимую ею адонис она любила сына царя кипра адониса никто из ее смертных не был равен ему красотой он был даже прекрасней богов олимпийцев забыла для него афродита и патмос и цветущую кеферу адонис был и милей даже светлого олимпа все время проводила она с юным адонисом с ним охотилась она в горах в лесах кипра подобно деве артемиде забыла афродита о своих золотых украшениях о своей красоте под палящими лучами и в непогоду охотилась она на зайцев пугливых оленей серб избегая охоты на гротных львов и кабанов у адониса просила она избегать опасности охоты на львов медведей кабанов чтобы не случилось с ним несчастье редко покидала богиня царского сына а покидая его каждый раз молила помнить его просьбу однажды в отсутствии афродиты собаки адониса во время охоты напали на след громадного кабана они подняли зверя и с яростным лаем погнали адонис радовался такой богатой добычи он не предчувствовал что это его последняя охота все ближе лай собак вот уже мелькнул громадный кабан среди кустов адонис уже готовится пронзить разъяренного кабана своим копьем как вдруг кинулся на него кабан и своими громадными клыками смертельно ранил любимца афродита умер адонис от страшной раны когда афродита узнал о смерти адониса то полное невыразимого горя сама пошла на в горы кипра искать тело любимого юношки крутым горным ремнином среди мрачных ущелья по краям глубоких пропасти шла афродита острые камни шипы терновника изранили нежные ноги богини капли ее крови падали на землю оставляя след повсюду где проходила богиня наконец нашла афродита тело адониса горько плакала она над рано погибшим прекрасным юношей чтобы навсегда сохранилась память о нем велела богиня вырасти из крови адониса нежному анимон а там где падали из израненных ног богини капли крови сюда выросли пышные розы алые как кровь афродита жарился зев громовержец над горем богини любви велел он брату своему аиду и жене его персифоне отпускать каждый год адониса на землю из печального царства теней умерших с тех пор полгода остается адонис в царстве аида а полгода живет на земле из богини афродиты вся природа ликует когда возвращается на землю ярким лучам солнца юный прекрасный любимец афродиты адонис ну вот так вкратце о мифе об адонисе текст сайта библиотека мудрости пока пока до свидания всего хорошего вкратце